МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у Гомеля пройшли урочистости, промеркованные до дня милиции. Першие отрады тут были створены 8-го саковика 1917 года, празд 4 дни после заявления формирования в Минске. На протягу года отрады Народной Аховы были створены во всем гомельским повете. За их историей и сучасностью ознайомились наши корреспонденты. Гэта был час вялеких узрушеннёв. На фронтах протягивалася Першая Сусветная война. Шмат проблем у тымліку фактов бандитизму хапала и у тылу. С саковика 1917 года часовый урад поведомил об замене полиции Народной Милиции. Раз полтора месяца вышла постанова об засновании милиции. Яна заусюды заставалася с запотрабованной громадством, хоть и урозные периоды ее функции изменялися. На протягу 20-ти годов сумесная с частями Червоной Армии боротьба с замежной военной интервенцией и контрреволюцией унутри краины. Потым допомога уперадоливанні стихийных бедствов, ликвидация криминальных формирований и профилактика безнаглядности. С початком Великой Айчинной супрацовники милиции увайшли у состав знищальных батальонов. Розные часы, разные обставины, але задача заусюды одна – боротьба со злочинностью. До своего профессийного свята правоохоуники Гомельщини подойшли с добрыми выниками. По раскрытию тяжких, особо тяжких преступлений мы достаточно успешно сработали. Практически ни одно особо тяжкое преступление не осталось без внимания. И приняты все меры были к основанию лиц, совершивших эти преступления. Поэтому я считаю, что это основная заслуга. Сегодня громадяни продъявляют до супрацовников милиции самые высокие потребования. Во умовах новых выкликов и погроз необходимо быть профессионалом с великой литры. Ветераны службы узгадывают – лёгко не было николи, и за дорученную справу приходилось отказывать без посылок на объективные причины. Але зараз профессийные потребования значительно взросли. Иншая справа, что и у милицию приходит больше подрихтованная молодь. Получили достойное образование. Многие поканчивали не только вузы милицейские, но и гражданские. Среди них экономисты, политологи, психологи. То есть это разносторонние люди, которые могут принимать верные решения в любой ситуации. Эффективно выражать поставленные задачи, связанные с выполнением службовых функций, не допускать формализму и бюрократизму, демонстрирующие при этом допущальную самостоятельность, высокую организованность, потребовальность и принциповость. Для супрацовников милиции, ветеранов и дейчих, это потребование аксиома. А тому и отриманные у знагороды, у тем леку от российских коллег, с которыми у гамельчан тесные контакты, целком заслуженные, как и словы подяки, самим милиционерам и их семьям, которые для людей в погонах являются надейным тылом и опорой. Я выражаю слова благоданности вам, ветеранам, всем вашим семьям, потому что вы сегодня гаранты нашей безопасности и нашего спокойствия. Самое лучшее пожелание привить от Минско-областного исполнительного комитета и СССР. Добра вам, благополучия и всех вам благ в вашей дневном годе. С праздником вас! Олег Сентюров, Сергей Нигаревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Новый спорткомплекс открыли в Калинковицкой средней школе номер один. Объект, площадь 3,5 тысяч квадратных метров, представляет собой трехповерховый комплекс, прибудованный до школы. А кроме зала для занятков, тут открыли и первую экспозицию, присвеченную спортивным досягнением уродженцев района. Открытие спортивного центра при первой Калинковицкой школе по озере долгочаканное. Фактично полновартостный спортзал и тут не было с 2006 года, когда изнесли вторую побудову. С тех часов занятки физкультуры проходили в пристосованном помешкании. В 2019 году мы, благодаря спонсору помощи нефтепровод «Дружба», потом нашему депутатам, губернатору, мы изыскали возможности. Сегодня за три месяца работниками промстроя города Мозыря данный зал мы ввели в эксплуатацию. Я думаю, это будет очень хороший подарок для детей. Зал оборудован несколькими тренажерными залами, теннисным залом, залом для игровых видов спорта. Планировалось миллион четыреста, но мы с оборудованием вложились в миллион двести. Около этой суммы. Будовники працевали на объекте у две смены на протягу трех месяцев. Работникам Мозыр Прамбуда грамоты и падяки. В новых залах еще пахнет свежей фарбой. Экскурсия по будинку – махчимость переканаться, спортивный объект будет запотрабованы. В первую очередь рады наши учителя физической культуры и здоровья, потому что им приходилось очень тяжело. Были моменты, когда мы арендовали актовый зал, спортивный зал в других школах, когда мы ходили на занятия в спортивную школу Олимпийского резерва. Очень много времени проводили на улице и в парке, и на нашей спортивной площадке. То есть, конечно, теперь для учителей созданы идеальные условия. Ну и, конечно, дети. Они имеют возможность заниматься, не только завидовать своим ровесникам из других школ, что у них есть возможность заниматься на хорошем оборудовании, в хороших залах, но уже такая возможность есть у них самих. Этот школьный спортивный комплекс по своему объеме, функциональным призначениям и махчимостям ровно целой спортивной школе. На его базе можно не просто проводить уроки або тренировки, а и серьезные с поборницей областного и даже республиканского узровня. У наставников физкультуры особные кабинеты. Детей невозможно на улице выгнать, потому что и большой спортзал, и игровой, и тренажерный зал, по сравнению с другими школами, он огромный просто. И залы, которые позволяют делать циклическую работу, то есть беговая дорожка и велотренажеры. Специальные залы для детей с обмежеванными физичными махчимостями, с розными группами здоровья. Тренажерная гульневая зала, просторная теннисная пляцовка на шесть столов и навод выставочная простора. Тут у зногороды юных спортсменов. Администрация школы выполнена – кубков и медалей станет на шмат больше. До речи в позывучебный час спорткомплекс будет открытый для всех же хоров Калинковичев. Ганна Корольчук, телерадио-компания «Гомель» при поддержке телеканала «Мазир». От здоровья кожного до здорового громадства. В «Гомеле» подвели выники инициативы, реализованные в рамках масштабного проекта международной техничной допомоги «БелМед». Ей основная задача – пропаганда здорового ладу життя сирот людей с инвалидностью. Дмитрий Котов с подробностями. Проект международной техничной допомоги «БелМед» различен на 4 годы. Полностью завершится на территории нашей краины в червине. В его рамках реализовано 25 инициатив. На выникуе конференции каждый из авторов поделится назапашенным опытом. Порой незначительные суммы приводили просто к прекрасным результатам, которые в принципе могут даже не быть временем для местных бюджетов и могут быть использованы в любом районе республики. Инициатива «От здоровья кожного до здорового громадства» распространялась в 2018 году. За час проведения у нее было заденнешено коляже 300 человек. И они стали удельниками сустрейш, круглых столов, спортакеят и инклюзивных выстав. Дякуючи реализации проекта набыто спортивное обсталявание для Центра Олимпийского резерва, Папор Олимпийских гульнях и специальный подъемник. А так само оказана допомога по створению безбарьерного осяродя у территориальным центром социального обслугования насельства Советского района. И хоть реализация проекта подошла до завершения, створены добрые, зачинные будущие. Многие мероприемства, которые проводились в его рамках, дякуючи поддержку ул.а, станут традиционными. Это будет, я думаю, поддержано и горысполкомом, и поддерживаем и областьсполкомом. И вот именно важность и нужность таких... И даже некоторые мероприятия, такие как рабочие встречи в районах, они вот сейчас уже включены в план комитета по труду, занятости, социальной защите областьсполкома. И такие выезды совместные и органы власти, общественных объединений будут и в этом году продолжены. Инициатива здоровья кожного до здорового громадства доказала, что люди с инвалидностью сдольны займаться спортом и досягать поспехов. А их запал, энергетика и бадерость духу могут послажить прикладом для кожного. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На переддне Международного жанночного дня гомельские нотарусы бесплатно проконсультуют усих жадающих. Пятого соковика с 17 до 19 годин громадяни смогут отримать бесплатные юридичные консультации. Удобращенные акции так само отримут удел представники Головного управления юстиции и областной коллегии адвокатов. Мероприемство пройдет в Публичном центре правовой информации при Гомельской областной библиотеке имя Ленина. Час смелых. Под такой назвой в Гомеле пройшел первый областный взлет молодежных отрядов оховы правопарадку. В программе мероприемства наведывания войсковой части 55-25 открытый диалог с представниками силовых и правоохолных ведомств и отпрацовка надзвычайных ситуаций. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова познайомилась с удельниками взлету. В центре безопасности ЛИЦ МНС собралися омаль 100 девчонок и хлопцев. Готые юники и девчонки каждый день выходят патрулировать улицы своих городов. Зараз им рассказывают о безопасных поводинах. Что делать при пожаре или на больнице, как поводить себя на гражданских болотах и как допомогать потерпелому. На это и другие вопросы сотрудники МНС рассказали удельникам взлету. Многие из хлопчиков, ведя учинок с подобными ситуациями, уже затыкались на практице. Многие выполняют роль дружинников. Они патрулюют в улице разом с милицией, где помогают ожитивлять пропускный режим на мероприемствах и святах. С этой метой представники Гомельской области працевали на славянском базаре и других европейских хульнях. Для меня лично это возможность заниматься тем, что мне нравится. Потому что всю жизнь я хотел стать военным и поступить в высшее военное училище, но, к сожалению, не сложилось. А через молодежный отряд я могу заниматься тем, чем хотел заниматься. Это понятно, что я не буду нести какую-то срочную службу, но что-то подобное и то, что ближе к сердцу, близко к сердцу получится реализовать. И получается реализовать. Особный блок программы «Злёту» – открытый диалог. Своим життёвым опытом и вспоминами подзялились ветераны Великой Айчинной войны и воины-интернационалисты. Молодь не упустила и махчимости задать питания представникам управления внутренних справ и областного военкомата. Змены в законодавстве, которые держатся службы, особенно интересуют молодых людей. До речи, познакомиться с армейским життём у дельника «Злёту» смогли у войсковой части 55-25. Тут им продемонстровали разборку и сборку сброи и работу сапёрной службы. Для ребят мы предлагаем на протяжении дня много-много всяких интересных экскурсий. В данный момент мы находимся в лице МЧС. Здесь мы ребятам предложили показательное выступление тех курсантов, которые обучаются здесь. То есть сегодняшний форум – это как задел к дальнейшей работе по деятельности молодёжных отрядов охраны правопорядка. Зараз в родах молодёжных отрядов охраны правопорядка нашей области коля трёх тысяч человек. Сирот их и школьники, и студенты. Усей они занимаются профилактичной работой сирот одногодков. Организаторы «Злёту» споддяются, что этот форум подшторгнет его отделников до проведения подобных встреч в райцентрах в области. Вероника Гамзюкова, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Гомельчане сделали свой выбор. В первый день весны в областном центре подвели выники региональной народной премии «Любимый город». Её традиции наладить наши коллеги с первого городского телеканала и радио 107 и 4 FM. Церемония узнагородживания удельников и переможцев стала пятой по лику. Гомельчане выбирали любимые магазины, ресторан, фитнес-клуб и банк, турфирму и рынок. До речи, за нагодой своего пятигодзя и по просьбах удельников, всё лето организаторы поширили спис номинаций. Лепших представников сферы послуха не только по выниках работы за минулий год, представлено значительно больше. Саворальники премии означают, что и народное голосование так само было ещё больше активным, чем завычайно. Наши номинанты получили прекрасную возможность рассказать о своих товарах и услугах в эфире первого городского телеканала, в эфире радиостанции 107 и 4 FM. Судя по количеству участников в голосовании, можно говорить, что премия получила очень широкий отклик. Традиционно назвать имёны переможцев и уручить гоноровую статуэтку запросили вядомых персону Гомеля. Так само подчас пятой премии «Любимый город» отбылась и доброчильная акция. Собранные сродки будут накерованы на набытие музычного обсталявания и инструментов для детей с замежованными махчимостями. По прогнозам синоптиков, уже завтра на Гомельщину вслед за календарной, придя климатичная весна. Поветро прогреется до плюс 13, с захмаров в гляне солнце. Тыдень обьяцает быть тёплым и безвоблачным, только на проконце махчимы опадки. У алторок, сераду и четвер, дённая температура поветра будет вагаться от плюс 11 до плюс 13 градусов, у ночи от 3 до 7 тепла. У пятницу крыху похолодает. Температура знизится на некольких градусов и махчимы пройдут дожды. На выходные, на жаль, так само обьяцают опадки, як у ночные, так и дённые годины. 48 дён у покоры и молитвы. Сегодня у православных верников распочался Великий пост. Усім, хто его притримливает, сопридится на 7 тыднях отмовить сабе у гастрономичных задовольнениях, а так само шкодных звичках. С повседённого рациону выключить мясо, молоко, яйки и рыбу. Варто в гэтые дни отмовится от курения алкоголю. Однако важнее гэтых омежаваннёв миновита духовная складаючая. Головная мета Великого посту с чистой душой по 10 до Великого дня. Всю лето православное означает свято 19-го Красавяка. Гэтые и иншие новины, информацию о проектах Телерадо и компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Семь человек с начала этого года утонуло на водоёмах в Гомельской области, сообщили работники освода. Эти выходные, к сожалению, также не обошлись без чрезвычайных ситуаций на воде. Один человек погиб, и двое оказались в больнице. Несмотря на бесснежную зиму и отсутствие морозов, статистика утоплений в регионе уже превышена по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Виной всему как неосторожность людей при прогулках вдоль водоёма, так и нестерпимое желание отдельных граждан, вопреки здравому смыслу, порыбачить на тонком льду. Накануне утром поступило сообщение об утонувшем мужчине в миллиаративном канале около деревни Приболовичи Лелического района. В субботу мужчина не пришёл домой, что беспокоило родственника, был организован розыск. В воскресенье утром труп мужчины был обнаружен при дорожной канаве. Больше повезло 70-летнему пенсионеру в Средлогорском районе. Он решил проверить снасти, для этого использовал доску, которую положил на лёд, который ещё остался на данном озере, и пытался по этому приспособлению пробраться к своим снастям. Закончилось это тем, что он провалился под лёд и стал звать на помощь. Ему повезло, что его голос услышали соседи, прибежали на помощь, и с помощью верёвки и других предметов он был выставлен, а скорая помощь доставила потерпевшего в больницу с переохлаждением. Ещё один случай произошёл в субботу в Гомеле. Около пяти вечера из карьера на улице Озёрной извлекли пенсионера 1958 года рождения. Мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в первую городскую клиническую больницу. По предварительным данным, проходя вдоль набережной, мужчина упал в водоём. Обстоятельства устанавливаются. Первое в этом году ДТП с участием мотоцикла произошло в Гомеле. Авария случилась в пятницу примерно в 13.30 на восточном обходе перед поворотом на улицу Бородина. 31-летний житель Гомеля отвлёкся во время движения и совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора. Мотоциклист с закрытым переломом правой голени госпитализирован. В Мозыре с отравлением угарным газом в больницу с места жительства доставлены маленькие дети. ЧП произошло 28 февраля в одном из частных домов в Мозыре. Семилетний мальчик и трёхлетняя девочка почувствовали недомогание. Взрослые вызвали скорую. К счастью, обошлось без трагических последствий. Причиной послужило преждевременное закрытие задвижки дымохода печи. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Ульяна Мининкова выиграла золото открытого европейского кубка по дзюдо, который проходил в Польше, в Варшаве. Гомельская спортсменка одержала пять побед и поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. В шаге от медали остановилась ещё одна наша спортсменка Виктория Новикова. У неё пятое место. За награды турнира в Польше боролись более 450 спортсменов из 44 стран. Мозырская жемчужина Полесье вышла в полуфинал чемпионата Беларуси по волейболу в сильнейшем дивизионе. В четвертьфинальной серии до двух побед мазырянки обыграли Атлант Баргу. В следующем раунде мозырский коллектив сыграет с победителем пары Минчанка-2 коммунальник МГУ. Серия до трёх побед стартует в последние дни марта. Гомельская энергия в четвертьфинале элитного дивизиона мужского чемпионата стартовала с поражения. В Солигорске команда Дмитрия Лихорада не смогла совладать с местным «Шахтёром» 0-3. 4 марта энергетикам предстоит выездной матч против «Легиона» из Обухова. В чемпионате Беларуси по мини-футболу сыгран 17-й тур. БЧ на выезде одолел Минск 6-1 на ЦКК, уступил Витену 4-9. Центральный матч тура проходил в Гомеле на паркете спорткомплекса «Локомотив». Сошлись ВРЗ и Столица. В первые 20-ти минутки своих болельщиков порадовали гости одним забитым мячом. Второй тайм для хозяев также сложился не лучшим образом. Сначала на 36-й минуте Минчане удвоили счет, а затем на последней минуте Владимир Жигалко оформил дубль. Поражение ВРЗ 0-3. Получилось забивать голы. Реализация полностью подвела нас в этой игре. С нулем забитых тяжело рассчитывать на какой-то положительный результат с такой мастер-витой командой. Считаю, в первом тайме мы переигрывали соперник, а во втором, наверное, более равная игра была. Но счет, как говорится, на табло. Футбольные клубы продолжают предсезонную подготовку. Мозырская славия в третьем товарищеском матче на сборах в Турции уступила футболистам Нижнего Новгорода 3-4. В крытом манеже стадиона «Луч» прошла еще одна репетиция грядущего гомельского дерби в первой лиге чемпионата страны. Встречались локомотив и гомель. Первый тайм прошел без голов. Во второй половине матча «Зелено-белый» открыли счет на 50-й минуте. А затем Иван Жосткин удвоил преимущество. На этом голевая программа поединка была исчерпана. Победа гомеля 2-0. Мы отработали две недели в режиме очень серьезных нагрузок. И ребятам сегодня просто не хватило чуть-чуть скорости. Скорости передвижения, принятия решений. В этом гомель был посвежен всего, надо признаться. Такой информативный спарринг. У нас комплектация еще не закончилась. У нас есть проблемные позиции. И мы над этим работаем. Команда Гомельской области заняла второе место на домашнем юниорском первенстве страны по спортивной акробатике. Состязания проходили в Зюшор номер 4. Победителями первенства смешанных парных упражнениях стали Илья Фоменков и Виктория Охотникова. В мужских групповых упражнениях первенствовали Савелий Осипов, Алексей Менков, Игорь Колбасов и Матвей Пранкевич. Мазеряне Кирилл Дасько и Юрий Точицкий выиграли серебро в состязаниях мужских пар. В командном зачете сборная гомельской области заняла второе место. Победили спортсмены из Брестского региона. Всего же в первенстве страны приняли участие более 130 атлетов. По результатам соревнований будет сформирована команда, которая в мае отправится в Швейцарию на первенство мира. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.